Друзья, всем привет! Сегодняшний видеоролик будет посвящен фиброцементу. Недавно в нашем телеграм-канале вышел пост, где мы выложили образцы одного из производителей фиброцементного сайдинга. Нюанс этого поста был в том, что этот производитель утверждает, что они не используют хризатил, не используют асбест как связующий, а используют также как кедрал, связующий целлюлозу. Проходит какое-то время, разные комментаторы начали писать о том, что с целлюлозы в России фиброцемент не производится и приводят различные аргументы. Мы как непрофессионалы, конечно же, не понимаем, правда это или нет. Некоторые доводы какие-то непонятные, некоторые аргументы звучали достаточно достоверно. Кажется, что так оно и есть. Я эти вопросы, которые были в комментариях, отправил производитель, они говорят, что мы тебе будем доказывать, давай, если хочешь, приезжай и посмотри сам своими глазами. Мы тебе покажем завод и развеем все мифы. Пообщайся с нашими технологами, какими-то там специалистами. Поэтому мы пакуем чемоданчики, берем билеты и летим в город Саранск своими глазами, чтобы увидеть, производится в России такой фиброцемент с целлюлозой или не производится. Поэтому смотрите, я думаю, для вас эта тема будет очень интересна. Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в городе Саранск, уже непосредственно на производстве фиброцементного сайдинга «Фибропланк». Видите, у них такая локация, даже есть волейбольная площадка для пляжного волейбола, какие-то там турники, парк, чтобы люди могли отдыхать. Сейчас пойдем терзать сотрудников, технических специалистов, лаборантов по поводу этого материала, потому что куча вопросов. Так что смотрите, будет интересно. Друзья, сейчас мы находимся на производстве сайдинга фиброцементного «Фибропланк». Когда я сделал какие-то публикации у себя в социальных сетях, выкладывал вот этот вот сайдинг, мне наши любимые хейтеры писали по поводу того, что в России не производится фиброцементный сайдинг с целлюлозой. А мы приехали сегодня узнать, так это или не так, непосредственно уже на завод. Вот Дмитрий, как вас правильно представить? Можно просто Дмитрий, я технический директор данного предприятия. У меня к вам два вопроса. Есть ли у вас целлюлоза, потому что многие думают, что это не так, что ее у вас нет. Соответственно, вот это все, я понимаю, это целлюлоза, да? Да, и все эти брикеты, это целлюлоза, то, что является сырьем, именно волокном, которое мы используем. Мы можем открыть какую-то упаковку точно? Да, можем, вот далеко не ходить, вот стоит брикет. Точно там целлюлоза? Брикет – это картон, да, по сути? Целлюлоза, да, это картон, то, из чего производят бумагу, это полуфабрикат, вот он, картон наш любимый, все рвется, все замечательно. Можно, да, посмотреть? Да, можно посмотреть. По сути, это картон. Это связующий, да, получается? Да, целлюлоза выступает в нашей продукции армирующим волокном. То есть, то, что все говорят, асбест, асбест, вот асбест заменен в данном случае целлюлозой, то есть, без асбестовый способ производства. Вот этот объем, который позади нас находится, вот примерно на какое количество квадратных метров? Ну, на данном складе сейчас где-то приблизительно на 30 тысяч квадратов. 30 тысяч квадратных метров можно сделать из этой целлюлозы? Да. Еще один вопрос задавали, я его, давайте, прям даже вам зачитаю, значит, один хейтер, назовем его так, значит, не может быть плотность 1600, это первое, он то, что написал. Если фиброцементный сайдинг делается автоклавным способом, из целлюлозы, с таким связующим, да, и предел прочности на изгиб не может быть 26 МПА, вот, есть, ну, опять же, используется целлюлоза, а не асбест. То есть, как он, насколько я понимаю, он намекает на то, что такие показатели достигаются только с асбестом. Ну, имеется в виду завышенный он, имеется в виду. Завышенный, да. Смотрите, ну, на самом деле, эти показатели возможно регулировать в момент производства плиты, либо сайдинг, ну, собственно говоря, неважно, да, то есть, плита подвержена прессованию в прессе, соответственно, если мы снизим давление в прессе, мы получим, допустим, плотность 1,5, если клиенты захотят 1,5, но, как бы, мы больше нацелены на качество, поэтому мы... То есть, это более качественный материал, получается? Да, это более плотный материал, соответственно, чем плотнее материал, тем больше он держит на изгиб, у него меньше пористость и, соответственно, прочностные характеристики выше. Но уменьшить плотность, ну, как бы, не проблема. То есть, вы можете 1,5, 1,4 сделать? Да, да, да. То есть, в этом проблем нет? Да, то есть, мы устанавливаем пресс на более меньшее давление, ну, собственно говоря, экономим свое оборудование и делаем менее плотный материал. А мы можем производство показать? Вот мне, у меня, они писали про автоклани, ну, автоклаву, да? Да, да, да. Автоклаву сможете показать? Да, конечно, покажем автоклавы, где собираются ли, пройдемся, да, без проблем. Все, друзья, идем на производство. Мы сейчас находимся непосредственно на листоформовочной машине. Вот этот вот участок у нас прессования продукции. Именно здесь наносится структура дерева на лист. А про плотность, которую говорили, это здесь вот он прессует? Да, именно вот этот вот агрегат прессует уже готовые изделия. Каким образом? Получается, мы наносим структуру. На прокладках, с нижней стороны, нанесен рисунок дерева, прям по металлу. И когда идет режим прессования, этот отпечаток просто отпечатывается на листе, одновременно уплотняя его структуру и поднимая его плотность. Соответственно, поднимая физико-механические показатели. Я понял. А там, если слишком сильно придавить не будет, что он будет тоньше там или толще? Да, чем сильнее давишь, тем больше упрессовывается металл. Но мы добились определенных показателей. Мы знаем, что упрессовка, да, приблизительно там 1,8-2 миллиметра идет на упрессовку, если мы говорим о продукции 8-миллиметровой. И сколько давить тоже приспособились. Но тоже, чем больше давить, дальше идет, возможно, разрушение материала. То есть, есть некая граница, к которой нельзя переходить. Клатую середину, да, надо искать? Совершенно верно. Сейчас мы находимся. Такая стопочка у вас на производстве. Что такое? Металлическая, да? Это металлические прокладки, на которых мы выпускаем фибропланка. Именно на них нанесена вот та вот структура дерева. Можно вот снизу посмотреть. То есть, когда мы выпускаем со структурой плиты, идет смена прокладок, вкладки меняем на структуру и заново запускаем производство. То есть, с точки зрения производства ничего не меняется. В выпуске фиброцементных плит меняется в прокладке. А сколько у них длина у этих прокладок? Здесь максимальный размер продукции, на которой мы можем сделать, это плита размером 3600 на 1400. То есть, вы под заказ можете, да, делать? Да, мы можем... Выпускается сначала плита в целом, затем плита нарезается на станке на полосы сайдинга и получаем сайдинг. Но с точки зрения заказчика мы можем нарезать полосы из этой плиты по желанию заказчика. То есть, метр шестьдесят, два метра. Совершенно верно. То есть, если будет заказ достаточный объемный, пожалуйста, всегда. Ну, грубо говоря, 2,3 метра шестьдесят сантиметра. Да, максимальная длина 3600. А ширина 20? 1400 ширина. А, из этого листа? Метр сорок. Метр сорок, да. Метр сорок, да. Писали по поводу того, что для того, чтобы произвести качественный феврециментный ссадин на основе целлюлоза, ну, и, может быть, вообще даже, чтобы его произвести хороший, нужно обязательно автоклаву. Вот мы сейчас стоим возле автоклавы, он даже открыт. Расскажите в двух словах. Ну, смотрите, тут фишка автоклавы в чем? Если ты имеешь в составе своей плиты кварцевый песок, значит, ты должен автоклавировать свой продукт. Вопрос в том, что песок начинает работать только в автоклаве. До этого момента он является просто наполнителем и никакой функции, кроме как экономии цемента, не несет. Когда мы песок отправляем в автоклав, происходит спекание, то есть свободный кальций начинает взаимодействовать с кремнием, блокирует его, зачищаем плиту от высолов, то есть свободный кальций не имеет возможности выходить с плиты, нет высолов. Плюс к тому, что появляется кристаллическая структура уплотненная, которая также придает прочесные характеристики. То есть окончательный момент, обязательно автоклавное деление. Это когда уже вся продукция готова или как? Это когда сформована плита, когда прошел процесс предварительного отвердения, то есть с ней уже можно работать, она уже имеет жесткость, после этого она отправляется в автоклав. В данном случае автоклав открытый, за нами, за спиной стоит поезд, который вышел с автоклава. Продукцию разбирают, устанавливают новую, опять отправляют в автоклав и процесс происходит заново. Большой, да? Он такой здоровый. Да, довольно-таки большой, протяженность около 30 метров. То есть заблудиться можно. Да. Дмитрий, сейчас мы находимся, как я понимаю, на складе. Смотрю много разных поддонов. У меня как раз был вопрос по поводу, есть ли материал в наличии. Как я вижу, материала много есть в наличии, да? Да, это все фибропланк. Остатки 50 тысяч квадратных метров на хранении. Постоянно поддерживаемся. Отгружаем. Заново производим. И постоянно остатки по заводам поддерживают. То есть цвета все, да, которые по ралу у вас есть? Все ралы, которые мы презентовали, все здесь есть. И длина доски здесь 3 метра, да? 3 метра, да. Под заказ можем до 3 600. Друзья, сейчас мы находимся в кабинете Инны Викторовны, специалист по кулировке, правильно? Самый главный колорист. Тут вот есть вот такое оборудование. Это типы сканера, да? Спектрофотометр. Что он делает? Измеряем цвет, отклонение по цвету, создаем рецептуры цветов, красок. То есть получается, вы можете под заказ отклировать любой цвет, правильно? А вот этот вот шкафчик, вот этот вот? На данном стеллаже находятся образцы, которые выкрашивали мы для наших клиентов, подбирали цвета под определенные объекты. Под определенные объекты. То есть по сути, если такая задача стоит, можно отклировать любой цвет. Любой цвет. Любой цвет по заказу клиента, до заявки, все что угодно. Дмитрий, у меня был вопрос еще по поводу покраски. Мы специально с вами пришли в эту цвету и цветы, где красится, да, весь этот либо цементный садин. Что за линия вот этого? Мы находимся в цехе окраски. Здесь у нас, если начать с самого начала, мы сами изготавливаем краску. То есть покупаем некую основу, добавляем свои компоненты. Это наша уникальная разработка. Можем колеровать в какой угодно цвет, опять-таки, кроме стандартных тех, которые у нас имеются, по спецзаявке заказчика это тоже все возможно. И дальше вот мы стоим у начала покрасочной линии. Здесь ребята готовят фибропланк на покраску. Дальше его грунтую, да? Дальше идет он, сначала он очищается от пыли, от пылевых мусора, в общем говоря, так. Дальше идет грунтовка снизу сверху. Кстати, грунтовка снизу, это тоже наша специальная разработка, которая защищает киброплан. И дальше идет окрасочная машина. Здесь грунт наносится как с лицевой, так и с тыльной стороны одновременно. То есть мы закрываем не только лицо, мы закрываем и тыльную сторону плиты. А у нас находится вот отсюда шланг, да? Что-то полевая. Да, это у нас тыльная сторона обрабатывается, а вот здесь вот обрабатывается лицевая сторона. То есть получается с четырех сторон, да, везде? Да, закрываем плиту полностью. Дмитрий, а это, насколько я понимаю, какая-то уже покрасочная, да, такая кабина? Это покрасочная линия, красим методом спрея, установлены четыре форсунки, слои взаимоперекрываются. Это, так сказать, уже финишная окраска. После этой машины идет камера уже непосредственно в камеру сушки. Два слоя, да? Ну, опять-таки, если говорить по количеству форсунки, что одна форсунка наносит один слой, четыре форсунки четыре слоя, кто как считает? Я понял, как считать, да? Да, и как считать, тут можно считать по-разному. Тут я смотрю, он туда-сюда идет, тут непонятно вообще. Даже больше, мне кажется, чем два слоя. Вполне возможно. Потому что туда-сюда находит? Я считаю для себя, что одна форсунка красит один слой, поэтому я считаю четыре слоя. Три слоя, я понял. Ну, а производитель сам заявляет, что два слоя, да? Производитель заявляет два слоя, да. По факту я вижу такое ощущение, что вообще... Да, намного больше. То есть мы как бы не сильно афишируем и не хвалимся тем, чего мы достигли, чтобы не перехвалить себя. Кроме обычной стандартной покраски, у нас есть индивидуальные заказы, которые киберпланка крашивается в два этапа. Это довольно-таки дорогостоящие удовольствия, но очень презентабельно выглядит. Это два слоя, да, можно? Разных оттенков. Разных оттенков, оттенки может подбирать под себя заказчик и, возможно, вот такая вот структура получит. Очень красиво смотрится на... Это вручную, что ли, они красят? Нет, это не вручную, просто... Ну, есть своя технология, которую мы не будем уже раскрывать. Это также на этой же линии окрашивается. Классно. Друзья, сейчас мы переместились в лабораторию. Надежда Петровна, технический специалист или, как вас правильно назвать? Начальник отдела технического контроля. Здесь вы проводите испытания? Совершенно верно. Сколько испытаний у вас здесь примерно? Или точно? Более точно нам укажет наше ТУ, то есть, согласно которым мы выпускаем продукт. То есть, наша продукция должна соответствовать плотности, ударной вязкости, предел прочности при изгибе, водопоглощению, серой и окрашенной, морозостойкости, ну и на лакокраску отдельные виды испытаний. Я понял. Вот у вас здесь приборы стоят 1, 2, 3, и там что-то еще. Покажете, как этим пользоваться? Да, готовую продукцию мы испытываем. Тут у нас стоит прибор для определения предела прочности при изгибе, то есть, скажем так, пресс, который давит с определенной силой и разламывает вот наши образцы. Вот это что за образец? Это образец фиброцементной плиты. Фиброцементная плита. Да. С гладкой поверхностью. Есть еще со структурой. Мы сейчас ради эксперимента проверим, что есть у нас под рукой, правильно? Совершенно верно. Данный прибор – это весы и установка для определения плотности, а также копермаятниковые для определения ударной вязкости. Что-то можем с вами это проверить? Да, сейчас мы проверим ударную вязкость. У нас выпиливаются свои образцы под свое испытание. Вот такой небольшого размера, да? Да, 25 на 70 образцы. Предварительно мы их замачиваем в воде и молоточком мы ударяем. После того, как мы ударили молоточком, у нас образуются вот такие образцы, где мы опять же делаем замеры и толщину, и ширину. Потом через формулу мы высчитываем средние показания ударной вязкости. Здесь сможем показать, что? Да, предел прочности при изгибе. Опять же, свои образцы. Тут уже как бы ширина, длина своя. Нагружаем. Поднимается, скажем так, основание до нашей третьей. Штука, она сейчас вверх идет, да? Да, она идет наверх. То есть основание поднимается до третьей точки. То есть тут две точки у нас и на третья. Тем самым сейчас будет разрушение напополам образца. Не быстрый процесс, да? Нет. Это компьютер, который покажет, да, вот эти цифры? Да. Тут у нас указана сила. Опять же, с какой у нас продавила. Но потом эту силу мы опять же вставим в формулу и будем высчитывать уже готовую. Здесь, грубо говоря, в этой лаборатории вы выявляете какие-то показатели, а потом в специальных формулах пересчитываете и понимаете, выходит у вас на эту таблицу или не выходит, правильно? Да, совершенно верно. У нас наши физмехи должны соответствовать. Тут сейчас я видел на мониторе, там цифры поднимались, опускались. Это как раз до какой силы у нас произошло разрушение. Потом мы делаем следующим образом, получается, разрушаем. Можем посмотреть. Да. Также нужно необходимо замерить толщину. Так, меня, знаете, что интересует? Вот по окраске. Многие спрашивают у нас в блоге, по блогу краски какие-то испытания вы по окраске производите? Да, по лако-краске у нас свои испытания. Переместимся в другое, скажем так, помещение, где тут испытывают... Вот фибропланк, да? Фибропланк, да. Это структура, то есть окрашенная. Лако-красочное покрытие мы испытываем на агрессивной жидкости, то есть образцы замачиваем, вымачиваем в растворах щелочи и кислоты. Далее морозная стойкость. Это где-то можно посмотреть, что она лежит, щелочь? Ну, вот сейчас у нас сушильный шкаф при температуре 53. Собственно, тут серная кислота, тут щелочь. Образцы сейчас 8 часов будут находиться в этих растворах при определенной температуре. Потом, после истечения этого времени, мы их вытаскиваем, и дальше уже при обычной окружающей среде они у нас томятся, скажем так, здесь в лаборатории. И потом мы их уже вытаскиваем с растворов и смотрим состояние поверхности. Также мы определяем адгезию методом решетчатых надрезов и морозостойкость. Ну, и такой экспресс-метод климатики – это кипячение. Он не прописывается в нашем ТУ, но мы его делаем как бы... Чисто для себя. Да, для себя. Ну, экспресс-климатика. А также мы определяем светостойкость. Надежда Петровна, ну вот вы сейчас провели испытания, да, это как бы понятно. Хорошо, что у вас есть такая лаборатория. А есть ли какая-то, может быть, независимая лаборатория, которая... Подтверждает качество продукции? Конечно, в России, да и не только, есть очень много сторонних лабораторий, которые занимаются испытанием продукции. Ну, допустим, мы вот недавно тоже заказывали испытания в сторонней лаборатории на подтверждение соответствия требованиям нашего ТУ. То есть мы заказывали такие же испытания, которые мы проводим здесь, в нашей лаборатории, на соответствие. И вышло, что сайдинг-фибропланк соответствует следующим физико-механическим параметрам. То есть у нас вышло, что плотность, плотность, показатель составил 1,65. Это хорошая плотность? Конечно. А по нормам какая должна быть? По нормам не менее 1,5. Сужба 1,65. Да, а вышла 1,65. Ударная вязкость не менее 2 должна быть, вышла 3. Предел прочности при изгибе должен соответствовать не менее 21,5, а по факту вышел 23. Водопоглощение не менее 20, а по факту составил 17%. Я понял. Короче, есть требования у государства, и вы, соответственно, эти требования должны либо соблюсти, либо превысить. Просто так от себя, какую сайдинг вы там захотели, такую сделали, так не получится. Нет. То есть должны быть требования. И документация. Да, ладно, все понятно. А то у нас есть такие подписчики, которые очень любят приводить какие-то цифры, поэтому приходится вам задавать такие вопросы. Спасибо вам большое. Все очень было интересно. Рассказали, ответили на все вопросы. Спасибо вам. Дмитрий, еще чуть-чуть вас потерроризирую. Немножко осталось у меня несколько вопросов. Это у нас уже готовый образец, да? Да, совершенно верно. С трех сторон он покрашен, с обратной стороны отгрунтован. У меня вопрос по поводу выслов. У некоторых производителей иногда происходит такой момент, когда выделяется выслов. С чем это связано? Есть ли такая история на вашем замечательном фидроцементном сайдинге? Ну, тут прежде всего нужно разобраться, откуда пошли высловы. Высловы – это больше никак не от волокна, которые у нас в плитах существуют, у нас, у других производителей. Высловы – это больше является причиной цемента. То есть после затвердения в цементе есть свободный кальций, который, взаимодействуя с водой, с влажной средой, начинает выходить наружу и образуя такие, как мы называем, высловы. Этим болел волновой продукт фиброцементный, то есть хризатиловый, асбестовый. Они болеют этим очень сильно. Что касается нашего, если говорить о нашем продукте, то в фибропланке, ну, во-первых, это на целлюлозе, это большой плюс. Второй момент – в сырьевой составляющей песок. Если мы имеем песок в сырьевой составляющей, мы отправляем этот продукт в автоклав, происходит автоклавная обработка, и снижаем содержание цемента, соответственно, в плите. Снижая содержание цемента, снижаем содержание свободного кальция. А остатки кальция мы запечатываем в автоклаве. То есть кальций взаимодействует, происходит химическая реакция в автоклаве, и его больше не существует. То есть, грубо говоря, в нашем продукте высылов не будет. Не будет гарантированно, да? Гарантированно не будет. Сколько служит материал и какая гарантия? Ну, вот я помню, у кедрала, они говорили, срок службы материала 50 лет, гарантия на цвет 10. Аналогично мы также на цвет даем 10 лет, срок службы плиты самого сайдинга 50 лет. И вопрос у меня еще по комплектующим. Тут вот разные комплектующие, такая коробка красивая. ЭПДМ-ленты, различные углы, это алюминий. Алюминий, да? И который красится в цвет выбранной плиты. То есть внутренние углы, старты, все есть. Дмитрий, спасибо вам большое, что провели такую экскурсию, ответили на все вопросы, которые в комментариях пишут мне хейтеры. Надеюсь, теперь у них не будет больше вопросов. Ну, а если все-таки они будут появляться со временем, то опять к вам напрошусь, чтобы уже добить их, чтобы они уже успокоились. Ну, я думаю, вопросов не возникнет. А если возникнет, мы всегда рады вас принять еще раз, ответить на вопросы, которые появятся. Мы всегда открыты. Спасибо, друзья. Если есть какие-то вопросы, все-таки, может быть, у вас остались, пишите в комментариях. А так всем пока. Спасибо. До свидания.